Зачем журналист и блогер Тим Керби приехал в Суздаль? Какие книги стоит почитать на досуге и как проходит подготовка к юбилею Гороховца? Об этом и не только расскажу вам я, Евгения Палагина. Это программа «Культура». Мы начинаем. Эстетический голод предлагаю утолить на персональной выставке Александра Тихонова, которая открылась на минувшей неделе. Работы мастера представлены в детской художественной школе города Владимира. Почему Тихонова называют художником одной темы, расскажет моя коллега Дарья Тептилёва. Открытие выставки приурочили к 60-летию Владимирского мастера. Александр Тихонов родился в посёлке Лунёво в семье ветеринара и электрика. С самого детства он был окружён природой. Она же и вдохновила Александра Николаевича на создание пейзажей. Своим переживанием увиденного и делится художник с посетителями. Я просто хотел поделиться тем, что я когда-то видел, чтобы они тоже могли это увидеть и где-то прочитать эти образы на своё настроение. Судьба художника сложилась так, что ему пришлось оставить кисть. Прогрессирующее заболевание глаз практически полностью лишило его зрения. Сейчас Александра Тихонова окружают любящие родственники, друзья и коллеги, которые пришли поздравить художника с открытием персональной выставки. Я их смотрю немножко с другой стороны, чем, наверное, любой другой посетитель выставки. Они для меня как раз вот то внутреннее состояние моего одноклассника проявилось в них. Вот я их смотрю как часть души моего Саши Тихонова. Благодарность за вклад в искусство Александру Тихонову выразила Департамент культуры. Александр Николаевич получил благодарственное письмо от областной администрации. Оценить искусство Владимирского художника можно до 24 февраля с 9 утра до 6 вечера. Абсолютно бесплатно. Пейзажи Владимирской области привлекают не только художников и туристов. Суздаль, к примеру, любил многим съёмочными группами. Здесь Андрей Тарковский создал на вылу колокол для своей бессмертной картины Андрея Рублёв. Работали здесь и журналисты программы «Ревизора» «Поедем, поедим». Да и мой коллега Олег Беспалов не раз рассказывал об этом городе в проектах «И я там был и тур на спор». Нашей съёмочной группе довелось побывать на съёмках интернет-программы «Раша Бионт» с Тимом Керби. Два дня, 100 долларов в кармане и камера. Российский журналист американского происхождения Тим Керби приехал в Суздаль на съёмки программы «Раша Бионт». Это не англоязычный аналог «Орла и решки», а интернет-проект для иностранцев, которые хотят приехать в нашу страну на ПМЖ или просто отдохнуть. Каждый выпуск «Новый город», где Тим – главное действующее лицо. Локацию выбирают сами жители. Это было Кремл-Кремл-Кремл, а это было ещё вот, конечно, есть такси-санки, да, вот, или, ну, короче, на лошадке. Это было номер два. Что ещё у нас в списке? А, музей зодчества. Музей зодчества все рекомендовали, почти без исключения. В Суздале Тим уже четвёртый раз. Считает, именно такие старинные города, а не мегаполисы, раскрывают сущность России. Особенно в Суздале ведущему понравилась медовуха. Пробовать новые блюда у Тима – любимая часть программы. Самое вкусное – это был Казань. Как мы хорошо ели. Все замечают, что я не совсем худенький человек. И в Казани мы очень хорошо кушали. Это точно. Но везде есть что-нибудь интересное. Пока у нас, короче, не было ни одного скучного города. Но я не могу не наврать, что я уже делал дегустацию медовухи несколько лет назад. Но ради интересов народа они предлагали. Поэтому я вынужден второй раз пройти ещё 20 видов медовухи. Помимо дегустации медовухи, Тиму предстоит скачок во времени. Он перевоплотится в барина и целый день проживёт его жизнью. Помогает познакомиться с Суздалем и местный житель Александр Киселёв. Мужчина не только поклонник проекта, но и работает в туриндустрии. Ведёт блока Суздаля. Показать ему необычные красивые точки. Допустим, можно подняться у нас на самую высокую колокольню в городе. В Резоположенском монастыре преподобинская колокольня. Высота 72 метра. Оттуда красивый вид на Суздале открывается с высоты птичьего полёта. Ну и ещё кое-что. Во время подготовки этого сюжета я поняла, что по мере того, как часто мне приходится общаться с местными жителями, и обращаться к ним с какой-то просьбой, помочь что-то подготовить или найти правильных людей. Я понимаю, что они настолько отзывчивые, что меня это потрясло до глубины души. У меня было полностью ощущение, что я еду не в город, в командировку, на работу, а я еду к друзьям. Увидеть конечный результат поклонники Тима Керби смогут на официальном канале Russia Beyond примерно через две недели. После съёмочная группа отправится в Мурманск. Тем временем Владимирское творческое объединение «Орбис Пиктус» представило новую документальную программу «Имя символ 33». Это цикл из 13 просветительских фильмов о наших земляках. Средство на реализацию проекта выделил фонд президентских грантов. Получателем гранта выступил Владимирский областной союз женщин в партнёрстве и при активном участии библиотек области. В первом фильме команда рассказывает о неизвестных фактах из биографии Владимира Зворыкина, изобретателя электронного телевидения. Рассказчик – актёр столичного театра для детей и родителей студия «Т» Алексей Шашилов. Над словесной огранкой серии работал поэт Владимир Пучков. На мой взгляд, это одна из самых невероятных биографий 20 века. Сын глубинной России сквозь войны и революции проделал путь из Петербурга в Соединённые Штаты. И в Америке сумел реализовать свою мечту о создании электронного телевидения. Эти слова Фредерика Олеси о нашем земляке, уроженце города Мурома Владимире Казмиче Зворыкине, о человеке, который подарил миру величайшее чудо 20 века – электронное телевидение. А это дореволюционный Муром конца 19-го – начала 20-го века. Здесь, в огромном трёхэтажном доме на берегу Оки, в семье преуспевающего коммерсанта, купца привилегированной первой гильдии, владельца компании пароходства по Оке Зворыкиных, родился самый младший, седьмой ребёнок в семье – Володя Зворыкин. Нужно сказать, что все дети Зворыкиных были прекрасно образованы и очень одарены. К примеру, старший Николай работал в Грузии и был инженером-строителем гидроэлектростанций. Сёстры Антонина и Мария стали врачами. Анна, здесь она украшает ёлку, была палеонтологом. Но по-настоящему свой гений раскрыл, конечно, Владимир. Гораздо позднее, уже будучи состоявшимся учёным, он и сам размышлял, что же послужило причиной его увлечения дальновидением. Вот отрывок из его мемуаров. При установке в муроме телефонов главная линия проходила через площадь, перед нашим домом. И я мог часами наблюдать из окна, как всё больше и больше появлялось проводов, блестевших на солнце, как золотые волосы какого-то сказочного чудовища. Это фантастическое действие и разбудило в Зворыкине его честолюбивые детские мечты. Если можно передавать звук на расстояние, то наверняка можно передавать и изображение. Десятилетний Володя с восторгом приветствовал появление новой техники. А вот его дед, как и положено старшему поколению, напротив, с недоверием, именно поэтому, прежде чем совершал звонок, отправлял в дом Зворыкиных слугу с устным сообщением. Пожалуйста, будьте готовы ответить по телефону. И только после совершал звонок. В то время, когда формировалась личность Зворыкина, время великих открытий. В жизни обычных людей появляется телефон, появляется телеграф. То есть звук и знак преодолевают расстояние. Такое малознакомое греческое слово «теле» означает «далеко», не сходит с языка обычных людей. Человек пытается далёкое сделать близким. Пройдёт совсем немного времени, и молодой Владимир Зворыкин уже сам начнёт принимать участие в первых опытах в области дальновидения электроники под руководством профессора Бориса Львовича Розенка. Вслед за Владимиром Зворыкиным героем проекта станет «Голос истории» Юрий Борисович Левитан, затем знаменитый род Столетовых и другие прославленные наши земляки. К слову, у команды «Орбиспиктус» есть ещё одна победа. Вдохновитель, автор и сценарист многих совместных проектов поэт Владимир Пучков победил в областном конкурсе «Владимирская книга года 2017» в номинации «Поэзия». Книги «Небесная флейта» и новый сборник «Косточка мира» получили дипломы. Разделил первое место с Пучковым поэт Дмитрий Кантов. На конкурсе были отмечены и сказки Киржальского мецената Евгения Фёдорова. «Сказание о земле Киржальской» — это серия пока из 11 книг о родной земле. Сочетание исторических фактов и вымысла. Готовится к выпуску «12-я сказка. Дорога в космос». Полный список победителей конкурса вы найдёте на сайте областной научной библиотеки. Адрес вы видите сейчас на экране. На минувшей неделе чествовали не только писателей, но и всех деятелей культуры. В региональном центре стартовал форум эстафета «Культурная реальность Владимирской области». Прошёл он в стенах обновлённого зала Владимирского колледжа культуры и искусства. Теперь это новая концертная площадка с современным звуковым и световым оборудованием. К работам приступили в июле 2017 года. Реконструкция зала длилась около пяти месяцев. На обновление помещения было выделено 12 миллионов рублей. Посещать зал могут в том числе и маломобильные категории граждан. Мы уже не раз рассказывали о подготовке гороховца к 850-летию. Перед праздником город стремительно прихорашивается. В нескольких храмах параллельно идёт масштабная реконструкция. Вместе со строителями работают и археологи. Ищут древности и главное постоянно находят. Так на территории Благовещенского собора зафиксирован погребальный памятник. Тему продолжит Екатерина Зинурова. Иначе кладбище – самое раннее захоронение, на котором датировано 17 веком. Возможно, даже концом 16-го. Археологи нашли погребение в колоде, целиком выдолбленные из дерева, вероятно, дуба. В нём обнаружили скелет девочки-подростка. На ней нательный крест. Он и помог установить дату. Есть ряд, конечно, интересных таких конструктивных особенностей. То есть, вот сейчас не видно, но у неё есть специальные упоры, которые вырезаны в донные части, специально, чтобы было удобно поднимать, там ставить всё такое. Внутренняя часть тоже видно, что оформлен, так сказать, вот в изголовье небольшой подъём. Соответственно, умершую вот положили головой в эту сторону. Хорошо сохранились только две такие колоды. За артефактами нужен уход. В первую очередь, дерево необходимо держать во влаге, исключая доступ кислорода. Всего на территории собора найдено свыше 60 захоронений. Самых древних примерно 10. Остальные датированы 18-19 веками. К этому времени собор уже был построен. Вероятно, на его территории хоронили знатных людей, священнослужителей. Более древние захоронения как раз в колодах. Они лежат в дособорном слое. То есть, собор построен грубо на накладбище. В погребениях, которые более поздние, там почти у каждого встречается крест нательный. И, собственно, он дает такую определенную дату. Это давно исследуется. Можно точно там, ну, с какой-то долей точности установить. А теперь о том, как разнообразить свой досуг. Первый вариант понравится любителям виртуозов Москвы. Музыканты приехали в Центр классической музыки в рамках фестиваля Глебов Фест. В памяти альтиста и их хорошего друга, уроженца города Владимира, Дмитрия Глебова. Эта добрая традиция приезжать во Владимир зародилась в 2011 году. С тех пор музыканты каждый год играют лучшие произведения классической и современной музыки. Компанию «Виртуоза Москвы» составит наш губернаторский оркестр под руководством маэстро Артема Маркина. 4 февраля вы услышите концерт для скрипки с оркестром Людвига Иван Бетховена. И симфонию для оркестры и солирующего альта «Гарольд в Италии» Гектора Берлиоза. В третий и заключительный день фестиваля в стенах центра прозвучит музыка Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Вивальди и Генина. 4 февраля в воскресенье можно попасть на показ документального фильма Руслана Федотова «Песни для кита». Он состоится в 17.00 в свободном пространстве, что на улице Большая Московская, 11. После просмотра у всех будет уникальная возможность пообщаться с режиссером по скайпу. Героиня этой картины – миниатюрная женщина в ярком красном шарфе с плюшевой мышью в руках. Глядя на нее, не догадаешься, что ей 50 и что у нее уже три года нет дома. Невероятная любовь к жизни не дает ей замерзнуть на холодных улицах Москвы. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч на телеканале Губерния 33 Субтитры создавал DimaTorzok